МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желаете получать подарки от любимого человека не только на 8 марта и день рождения? Зная его знак зодиака, вы сумеете вдохновить его на долгожданный презент. Начнем с овнов. Мужчины-овны любят играть роль спасителя. Чтобы вдохновить овнов на подарок, вам много-немного пожаловаться ему, показать ему, что ваша сумочка давно разорвалась. Не жалуйте слишком много, чтобы он не воспринял это как манипуляцию. Одной жалобы вполне достаточно. Остропрогноз для овнов на неделю. Овны задумывают нечто грандиозное, о чем всегда молчали. Друзья и коллеги поддержат в ваших начинаниях. Поэтому будьте смелее. Удачно пройдут деловые переговоры. Но это временные трудности. Тельцы. Тельцы любят дарить практичные подарки. Именно то, что необходимо в данный момент и для всей семьи. Достаточно будет рассказать о пользе понравившейся вещи для семьи. Как ваш телец сразу возьмет ее во внимание. Как идею до следующего подарка. Остропрогноз для тельцов на неделю. Звезды не советуют тельцу убраться за то, что он не успеет справиться. Сил и желания мало для достижения цели. Посвятите эту неделю отдыху, расслаблению на природе и встрече с хорошими людьми. Телец легко абстрагируется от насущных проблем. И сможет запланировать новые дела. Близнецы. Близнецы, интеллектуалы, инноваторы. Они заинтересованы всем, где можно получить новое знание, информацию. Пригласите близнеца на любое мероприятие, которое подскажет ему о подарке, бы вы хотели получить. Пример. Хотите новую книгу? Пригласите на презентацию. Хотите украшения? Покажите журнал с новинками от ювелиров. Астропрогноз для близнецов. Близнецам придется слегка погоревать, когда они узнают, что шеф не подписал заявление на отпуск. Но не отчаятесь, значит еще не время отдыхать. Денежная ситуация безоблачная, поэтому позвольте себе покупки. Рак. Они очень любят благодарность и внимательность. Если ваш мужчина дарил какие-нибудь украшения, оденьте их и похвалите его за памятную вещь. Это вдохновит его подарить вам что-то новое. Астропрогноз для раков. Вас все обожают и уважают. О чем еще мечтать? Единственная трудность, которой вам предстоит столкнуться – финансовый кризис. Хотя из нее рак сможет легко выбраться. Если поработает в интернете. Для того, чтобы не нарушить идиллию в семейной жизни, вам нужно быть откровеннее. Скорпион. Скорпионы достаточно практично подходят к выбору подарков. Посоветуйте с ним той вещи, которая вам понравилась. Насколько она качественная. После чего вздохните и скажите, что может когда-то себе такую купите. Его это вдохновит. И он подарит вам как можно быстрее. Астропрогноз для скорпионов. На этой неделе ответственность и количество заданий на работе заметно вырастет. Но если скорпион все просчитает наперед и составит план, то справится с объемом. Любовный роман окажется не только бурным, но и перспективным. Стрелец. Стрельцов очень вдохновляет забота других. Им важно чувствовать себя благодарным за то, что для него делают. Сделайте для него доброе дело. Помогите ему отправить важное письмо или пришейте пуговицу к любимой рубашке. Такая забота вдохновит стрельца отблагодарить вас подарком. Астропрогноз для стрельцов. Вам ничто не помешает отправиться в дальнюю поездку. Спокойно можете собирать чемоданы. Благоприятная неделя для тельца, который решил сделать предложение избраннику. Только не забудьте купить подарок, а также устроить романтический ужин при свечах. Козерог. Козероги любят дарить подарки неожиданно и оригинально. Именно оригинальность его вдохновляет больше всего. Поэтому предложите ему необыкновенный ужин. Например, на свежем воздухе. Козерог захочет в ответ на такой оригинальный сюрприз отблагодарить вас тем же и придет с сюрпризом. Астропрогноз для козерогов. На этой неделе из поклонников выстроится целая очередь. Поэтому козерог будет лишь выбирать достойного из достойных. Только не ошибитесь. Водолей. Водолея вдохновляет эстетика. Поэтому вы сможете его с легкостью вдохновить своим внешним видом. Например, новая прическа. Порадуйте своего мужчину своим видом. Но оставьте свои ушки или шею без украшения. Намекните ему, чего именно не хватает вашему образу. Астропрогноз для водолеев. Водолей получит такую прибыль, что даже подсчитать всю сумму не сможет. Продуктивная неделя для творческого водолея. А вот техническими работами заниматься не следует. Особенно, если они связаны с электричеством. Рыбы. Рыбы нежные и чувствительные натуры. На них влияет тактильный контакт любимого человека. Поэтому чаще обнимайте своего партнера и сделайте ему нежный массаж. Уже на следующий день можете ждать подарок. Астропрогноз для рыб. Звезды рекомендуют рыбам на этой неделе распланировать работу, чтобы уже к конце недели остаться свободными от дел. Возможен приезд друзей из другого города. Поэтому тщательно подготовьтесь к встрече. Воспитание детей, неприятностей со здоровьем не предвидится. Что уже очень хорошо. Весы. Готовя подарки, весы проявляют свое творчество и оригинальность. А для этого они черпают идеи, занимаясь любимым хобби. Ваш любимый любит рисовать? Займитесь вместе с ним живописью. Астропрогноз для весов. Весам не стоит переходить на личности, даже если очень захочется. Если спорите с начальством, то соблюдать рамки приличия. Внезапная встреча среди недели может кардинально повлиять на личную жизнь весов. Вы так сильно влюбитесь, что забудете про все на свете. Хотя осмотрительность в таких делах не лишняя. Лев – это царские и щедрые натуры. Но только если вы будете уважать и хвалить. Именно искренняя похвала близкого человека способна растопить сердце льва. И вдохновить его на щедрых жест. Астропрогноз для львов. На этой неделе льву ничего не захочется делать, что неудивительно. Ведь на улице летняя прекрасная погода. И хочется лежать на пляже. Но учтите, если не завершите начатые дела, то рассчитывать на крупную прибыль не стоит. Успех будет на стороне льва, занимающейся наукой, литературой и искусством. Девы – очень романтичные и отзывчивые натуры. Не стесняйтесь играть на струнах их души. Ведь они и сами это любят. Позвоните мужу на работу и скажите, что дома его ждет романтический ужин и интересный вечер. Будьте уверены, он придет не с пустыми руками. Ведь ему тоже захочется чем-то удивить. Астропрогноз для дев. На этой неделе ждите яркие перемены в личной жизни. Хорошая неделя, чтобы отвлечься от забот и хлопот. Собрайте рюкзак и отправиться в турпоход. По крайней мере, если дева давно планировала отдых, то он должен быть активным и разнообразным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова